Владимир Владимирович намерен выдать Александру Григорьевичу полтора миллиарда долларов и рефинансировать уже существующий долг 8 миллиардов долларов. Как вы к этому относитесь? А почему положительно? Потому что все во благо нам. Каким образом это может быть нам во благо? Ну это надо немножко подумать. Наверное, просто так ничто не делается. Если он дает, значит тот обещает, что-то дать взайме. Ну например, соглашения какие-то там. И тогда будет все правильно. А какие соглашения вы не можете предположить? Не сидел вместе с ними, не общался. Они же ведь тайно там, да? А за просто так деньги никто не дает. Вы же не дадите мне просто так денег? Нет. У меня их нет. Они в Беларуси и в ЮАР. Не, не, не надо это говорить. Они не только в Беларуси и в ЮАР. Если вы немножко разбираетесь, вы скажете, что это хорошо. Если вы не разбираетесь, вы будете ходить и рассказывать, что это неправильно. Ну правильно, хорошо. Один диктатор поддерживает другого. А какой диктатор? Ну наш. А вы считаете его диктатором? Да. А вы стали хуже жить, чем при Ельцине? Конечно. Да? Да. Ну тогда, я считаю, вам лучше уехать в Украину. Там намного интереснее для вас будет. Там лучше. А что вы тогда здесь прозябаете? И поезжайте туда, где лучше. И не надо... Тогда уж лучше в США. Ну вот тогда и поезжайте туда. Вот если вы сделаете, эту Россию, тогда будет хорошо. А не надо ходить и петь песню, что все плохо. Наоборот, все хорошо. Посмотрите, как Москва строится, как дороги строятся. И это в условиях, назову пандемии, так в кавычках. Ясно. Так что у нас... Я родом из Саратовской области. Вы там были? Видели, в каком состоянии этот регион находится? Видел. Видел. Я, да. Не все сразу. Мы же с вами не Люксембург, правильно, да? Где пять деревень. Мы большая страна. И на все не хватает. Ну и плюс народ, который тоже не всегда все понимает. Ну вот, вроде вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова